Несмотря на то, что сфера мобильных игр, как многим кажется, сейчас переживает не самые лучшие времена, всё-таки что-то хорошее в ней действительно происходит. Разработчики переносят крутые игры типа PlayerUnknown's Battlegrounds на мобильные платформы, а Apple планирует завоевать рынок мобильных игр своим подписным сервисом Apple Arcade. Так что мобильные игры развиваются и довольно неплохо себя чувствуют. Не так давно на нашем канале вышла подборка лучших игр за последние 10 лет. Вы нас очень здорово поддержали лайками, просмотрами, комментариями, вообще всяческой активностью, а также напомнили, что мы кое про что могли забыть. И замечание довольно справедливое, однако наша изначальная цель состояла в том, чтобы рассказать о трёх играх в каждом году. И даже этот план мы нарушили, ведь в некоторые годы выходило больше трёх легендарных игр, и мы не могли их не взять в наш список. Оказалось, что три маловато будет. Благодаря вашим комментариям мы освежили память и вспомнили про другие тайтлы, которые достойны попадания в наш рейтинг. И если какие-то игры мы в этот раз забудем, напишите об этом в комментариях. И кто знает, возможно и третья часть этой подборки когда-нибудь увидит свет. Ну а мы же со своей стороны подумали и решили выпустить вторую часть лучших игр десятилетия. Тех игр, в которые мы все играли на своих смартфонах и планшетах когда-то. А может быть даже и сейчас играем. Но этот ролик не вышел бы без поддержки наших друзей игры Vikings War of Clans. Загрузил игру викинги? Самое время действовать. Отпусти бороду, заточи топорой, подготовь щит. Самое время возглавить бесстрашных викингов. Снаряжай войска в походы и штурмы. Строй здания, тренируй воинов, отправляй героев в походы. Стань могущественным ярлом, слава о котором разнесется на весь мир. В увлекательной многопользовательской онлайн-стратегии Vikings War of Clans ты сразишься с другими игроками за право стать владыкой севера. Уникальные игровые механики, которые изменили жанр ММО-стратегий. Каждый сможет найти здесь что-то для себя. Меня же в этой игре зацепила крутая графика и ненапряжный игровой процесс. Особенно порадовала вертикальная ориентация игры. Крайне удобно играть в длинных очередях и общественном транспорте. А перейдя по ссылочке в описании, вы не только сможете скачать игру Vikings War of Clans, но и поддержать наш канал. И это не всё. Установив игру по нашей ссылке из описания, мы отсыпем вам 200 голды и дадим бесплатный щит. Меня зовут Кирилл, вы на канале Копипаста, ищите меня в игре Vikings War of Clans, а мы приступаем. Infinity Blade. Это была игра, которая поражала своей графикой и удерживала внимание на очень долго. Infinity Blade была известна благодаря тому, что стала одной из первых мобильных игр, способных продемонстрировать отличную графику, и доказала, что смартфоны вполне могут предоставлять качественную, близкую к консолям картинку за счёт роста мощностей графического процессора. В течение многих лет игра активно рекламировалась на презентациях Apple, и, как вы понимаете, игра была эксклюзивом для iOS. К сожалению, игру удалили из App Store в 2018 году. Fruit Ninja. Пожалуй, это одна из самых узнаваемых мобильных игр. Думаю, что каждый хоть раз в неё играл или видел, как в неё залипают друзья и одноклассники. Геймплей был крайне прост. На экране вашего смартфона летали фрукты, которые нужно было резать резкими свайпами. Чем больше фруктов подряд располовинишь, тем выше счётчик комбо. А чтобы жизнь мёдом не казалась, периодически вместе с фруктами вылетали бомбы, которые резать было нельзя. И как только игра набирала скорость, вы превращались в настоящего фруктового ниндзю. Plants vs Zombies. Легендарная игра. Просто легендарная. В неё играли все, кого я знал. У нас есть лужайка, состоящая из пяти продольных линий. По каждой к дому идут зомби. Чтобы остановить их, нужно высаживать растения. На посадку тратится определённое количество ресурса солнца. Оно падает с неба и выбрасывается подсолнухами, которые тоже нужно покупать. Весь игровой процесс сводится к правильному выстраиванию обороны. Великолепная графика, юмор и хорошо подобранное звуковое оформление. Вот за что мы любим этого старичка. Galaxy on Fire 2. Galaxy on Fire 2 это глобальная космическая стратегия. Игрокам предстояло обзавестись собственным космическим кораблём, дабы заняться перевозкой грузов, людей, а также сражаться с пиратами и прочим сбродом, населяющим галактику. Сюжет игры довольно прямолинейный и прост. Кит Максвелл благодаря поломке в гипердвигателе перенёсся на 35 лет в будущее. В будущем ему предстоит пройти через ряд опасных миссий, то бишь спасти галактику, то есть победить ненавистных всеми четырьмя народами инопланетян. Minecraft Pocket Edition. Вот уж кто действительно не нуждается в представлении, так это наш любимый кубач. Карманная версия сверхпопулярной игры прошла огромный путь эволюции, сейчас в неё можно играть практически на всех популярных платформах. Minecraft огромная песочница, где вы можете делать что угодно, и в этом его главная прелесть. Хотя, думаю, вы знаете всё это не хуже меня. Terraria. Эта игра также не нуждается в представлении. Порт культовой игры Terraria на Android и AS устройства. Жанр, как и у предыдущей игры, песочница. Цель игры очень незамысловата, тем не менее, это не обедняет игровой процесс. Нам было необходимо в буквальном смысле тыкать на всё, что попадается под руку, а тем самым мы собирали необходимые материалы для крафта. И крафтить в этой игре несложно, так как для этого в верстаке вы сразу же можете видеть, какие предметы доступны для крафта и что для этого необходимо. Игра затягивала, до чего уж там даже сейчас способна затянуть, особенно если вы поклонник жанра песочниц. Worms 2 Armageddon. Легендарные червячки в вашем кармане. Карта, две команды по четыре бойца, огромный арсенал и желание разнести команду противника в щепки. Прекрасная анимация, очень приятная 2D графика и уморительная звучка навсегда оставят в нашей памяти именно этих червей. Kingdom Rush. Игра жанра Tower Defense. Помню время, когда у всех моих знакомых на планшетах стояла эта игра. Она завораживала и помогала убивать время. В игре нам предстояло защищать свою любимую деревню от нашествий полчищ гоблинов и орков. Располагаем башни так, чтобы ни одна нечисть не могла пройти из леса в центр деревни. В игре масса увлекательных уровней с возможностями изменить дислокации войска, что и сделало Kingdom Rush намного привлекательней. Более того, она до сих пор обновляется, так что играть можно и сейчас. Hill Climb Racing. Hill Climb Racing – любимая игра ребятушек. В игре доступно 27 разнообразных локаций. Тут и космосы, и пещеры, и милые заснеженные трассы, и многое другое. При первом входе в игру нам доступна сельская местность, зеленая луга с крутыми склонами и первый автомобиль – простенький джип. Все остальные локации и транспортные средства необходимо покупать. Dead Trigger. А эта игра стала бенчмарком своего времени. Именно этой игрой многие обзорщики тестировали игровые возможности смартфонов. Dead Trigger – это зомби-шутер от первого лица, разработанный и опубликованный легендарной студией Madfinger Games. Ходим, стреляем в зомби, выполняем игровые миссии в лучшем стиле зомби-шутеров. А чтобы было еще приятнее, в арсенале вашего героя масса различного оружия. Его вы будете приобретать на заработанные монеты за истребление зомби. Shadow Fight 2. Shadow Fight 2 – это зубодробительная смесь файтинга и РПГ. Вы не просто делетесь в лучших традициях файтингов, но и одеваете своего персонажа, покупаете оружие, повышаете параметры и изучаете новые способности и удары. В эпичном танце смертельного оружия вы сражались со многими противниками. И сражаться там было с кем, ведь мир захватили демоны, души воинов прошлого и их боссы. Огромный арсенал оружия, множество ударов и приемов помогут вам сразить зло и закрыть врата теней. Бейте ногами, руками, рубите и крушите, пробивайте путь к победе. Geometry Dash. Платформер не для слабонервных. Если в прошлом видео я сказал, что Flappy Bird разрушал психику людей, то игра Geometry Dash справлялась с этим ничуть не хуже. Итак, по своей концепции, такое творение как Geometry Dash очень сильно напоминает The Impossible Game. Практически полностью копирует, да и сами создатели не слишком скрывают факт чуть ли не плагиата. Но это ни в коей мере не вредит Geometry Dash, даже наоборот, она стала улучшенной, более разнообразной версией невозможной игры. И там, и там мы управляли небольшим квадратом, который двигался вперед с большой скоростью сам по себе, а наша роль вовремя заставлять подпрыгнуть нашего квадратного героя. И прыгать тут приходилось довольно часто. На пути геометрического протагониста встречались самые различные платформы, опасные и не очень. При всяком тесном контакте, будь то падение на шипы или столкновение лоб в лоб с противником, квадрат сам уничтожается, так что нужно было очень аккуратно нажимать на экран. Очень малейший миллиметр может изменить судьбу. Говорящий Том. Игра, которая, по-моему, побывала на всех телефонах или планшетах в разное время. Всё началось с забавного котика, который повторял услышанные фразы смешным голосом, а потом понеслось. Очень крутой набор мини-игр с Говорящим Томом в главной роли и полноценной Томагочи, где нужно вашего котика кормить, одевать и укладывать спать. Умилительнейшая вещица. Temple Run 2. Это игра продолжения легендарного родоначальника жанра раннеров. Смысл игры довольно простой. Ты бежишь. Ну да, бежишь и уворачиваешься от препятствий. Это сопровождается знакомой многими музыкой, приятной графикой и всякими игровыми плюшками. В неё играли все. Real Racing 3. Ещё одна игра из жанра для обзоров. Обзорщики того времени любили запускать эту игру, оценивая производительность железа смартфонов. И не зря тут потрясающая графика. Да что уж там, даже отражения в зеркалах заднего вида были. И всё было бы прекрасно, если бы не алчность Electronic Arts. Всё предельно просто. Real Racing 3 является фри-то-плейной штукой со всеми закономерными последствиями. Хотите новую тачку? Проходите одни и те же задания по сто раз. Собрались покрасить машинку, добавить в неё примочки для движка и тормозной системы? Но вы можете ждать определённое количество времени, пока все апгрейды установятся. Или же заплатить монетками, которые ох, как тяжело выбивать бездонатовым путём. Но даже так игра была достойной внимания. Dungeon Hunter 4. Это яркий пример качественного мобильного РПГ. Вообще вся серия Dungeon Hunter именно такая. Приятная графика, отличная система наград и продуманный геймплей. Репетитивный, да, но на мой взгляд в этом нет ничего плохого. К тому же в четвёртой части был отличный онлайн режим, который привлекал огромную аудиторию. Правда в определённый момент играть без доната становилось уже проблемно и уровень гринда поднимался до небес. Хотя вполне возможно это только моя проблема. Sky Force 2014 Sky Force 2014 красочный ремейк игры, популярный среди владельцев смартфонов 10 лет назад. И 10 лет назад я имею ввиду от 2014 года. Разработчики бережно перенесли лучшие моменты оригинала на современные мобильные устройства. При этом игра выглядит замечательно, а доступна совершенно бесплатно. И с управлением в этой версии Sky Force всё в порядке. Летательный аппарат стреляет самостоятельно, игроку остаётся лёгким движением пальца наводить пушки на врага и лавировать среди вражеских самолётов, кораблей, зенита, ракет, пуль, снарядов и лазерных лучей. Если убрать палец от экрана, игра перейдёт в своеобразный режим Bullet Time, а пилот получит несколько секунд на оценку ситуации и планирование манёвра. В этом же режиме можно включить энергетический щит, сбросить мегабомбу и ударить по врагу лазером, конечно, если самолёт достаточно прокачан. Piano Tales 2 Простые таймкиллеры, пожалуй, любимый жанр игр на мобильных устройствах. Думаю, многие из вас слышали об игре Piano Tales. Простом кликере в аркадном жанре, в котором на скорость необходимо сыграть мелодию, нажимая на определённые области экрана. Так вот, Piano Tales 2 — это внезапно продолжение, выпущенное под крылом нового разработчика — Chita Mobile. И геймплей здесь изменился совершенно незначительно по сравнению с первой частью. И основная задача осталась здесь прежней — вовремя тапать по плиткам в такт музыке, продвигая тем самым мелодию вперёд. Lineage 2 Revolution А вот это игра раздора. Почему? Потому что фанаты разделились на два лагеря. Те, кто рад даже такому, и те, кому такая игра категорически не зашла. И дело тут не в музыке, которая играет не в тех локациях, не в режиме автоматической игры, где игра играет сама в себя, а в отсутствии души. А вот не отметить игру нельзя, всё же какую-никакую ностальгию она вызывает. Stand Off 2 Вы наверняка слышали что-либо о Counter-Strike GO или даже играли в неё. Так вот, Stand Off 2 — это когда всё лучшее с CS GO возьмут и перенесут на смартфон. Stand Off 2 отличается высочайшим темпом игры. Неважно, какой режим вы выбрали, игровые сессии будут проходить максимально быстро, не более 10 минут. Это подходит для обладателей смартфонов, которые хотят скоротать своё время за игрой в дороге или где-нибудь в очереди. В целом, Stand Off 2 — это отличный аналог CS GO, в который приятно играть, независимо от уровня ваших навыков. Она приносит массу удовольствия благодаря своей сбалансированности и качественной проработке. Brawl Stars — эта игра буквально стала причиной выхода второй части лучших игр последних 10 лет. Вы просто завалили нас комментариями о том, что мы забыли про Brawl Stars. Brawl — буквально переосмысление жанра моба-шутеров на мобильных платформах от студии Supercell, которая создала такие громкие хиты, как Clash of Clans и Clash Royale. В её портфолио есть ещё Boom Beach и Hay Day, но это просто качественные игры в стиле студии, не такие уж и громкие хиты. Практически все эти игры были упомянуты в нашем списке. Это ли не показатель того, что студия умеет делать народные хиты? Судя по всему, Brawl Stars сейчас один из самых главных мобильных хитов с огромной фан-базой. Black Desert Mobile Black Desert Mobile, как несложно догадаться, является адаптированной копией ПК-версии Black Desert, но с рядом отличительных и специфических для мобильной платформы особенностей, а также переделанным игровым движком. Именно благодаря ему разработчики смогли добиться приятной глазу картинки, но при условии, что ваше устройство достаточно мощное для этого. Как и любая другая мобильная ММО-РПГ, Black Desert Mobile включает в себя аспекты гринда через автоматический режим боя. Всё это делается ради фарма-опыта, снаряжения, ресурсов, полезных предметов, серебра и так далее. В целом, если вы любитель жанра ММО-РПГ, ознакомиться с игрой явно лишним не будет. А какая ваша самая любимая игра на смартфоне? Напишите об этом в комментариях, а я обязательно всё прочту. Если мы соберём достаточное количество игр, вполне возможно стоит ждать и третью часть. А чтобы не пропустить новые видео, советую подписаться на канал, нажать колокольчик и поставить большой палец вверх этому видео. Последнее, ну так, чтобы просто приятно было. Также не забывайте заглядывать в описание, там есть ссылки на разнообразные социальные сети. Подписывайтесь, милости прошу. Меня же зовут Кирилл, вы были на канале Копипаста. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok